Здравствуйте! Это программа «Интервью». Управление ГИБДД по Красноярскому краю подвело итоги прошлого 2015 года. Была соответствующая пресс-конференция, но кое-какие вопросы остались, и сегодня мы их адресуем нашим гостю. Это Валерий Кускашев, начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по краю. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Добрый день. Ну, насколько я понял, в целом год прошедший закончился неплохо. Вот если математически я выписал, да, на 6% меньше ДТП, на 5% меньше пострадавших, появление пьяных водителей тоже снижение на 5%. Но вот как Вы полагаете, в чем причина такого снижения? Ответственность стала жестче, может быть, Ваша работа стала эффективнее, или вдруг менталитет у наших людей стал меняться? Я бы Ваше внимание обратил бы, наверное, даже на другую цифру. Количество погибших, и в процентах, может быть, это не так заметно, но в абсолютных цифрах на 32 погибших у нас меньше, в сравнении с прошлым годом. Это уже даже для нашего субъекта значимая цифра. Сказать отдельно, что повлияло какое-то отдельное событие, или какая-то отдельная служба, никак нельзя. Я еще раз говорю, что безопасность дорожного движения – это очень сложная проблема, и здесь подходить всегда надо комплексно. И я присутствовал раньше, проходили международные конференции по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге, выступали иностранные специалисты, и они все подтверждают, что те страны, которые в области безопасности дорожного движения у нас чего-то уже добились, они все не рассматривают это как проблему какую-то, которую могут решить единичными какими-то мерами. Это дороги. Вкладывать надо деньги в дороги. И на сегодняшний день во всем цивилизованном мире формула безопасности звучит так, что дороги должны быть такими, чтобы исключить нарушение правил дорожного движения водителями. А в случае совершения этих нарушений правил дорожного движения, которые приведут к ДТП, минимизировать эти последствия. Ну понятно, что мы пока от этого далеки, хотя я, пользуясь случаем, выражаюсь огромное, хочу сказать спасибо коллегам из дорожной отрасли, что в это нелегкое время все-таки в Красноярском крае дороги не самые худшие. И даже в Красноярске, при том, что финансирование у них не дотягивает до норм положенности, по их же расчетам, все-таки что-то делается, все-таки стараются максимально сделать что-то для автомобилистов. Погодите, вот я тоже выписал, 48% случаев, когда был ДТП, было неудовлетворение состояния дорог. Не 48% случаев. Удельный вес таких ДТП составляет 48%. То есть половина дорожно-транспортных происшествий, которые были зарегистрированы и оформлены, практически половина, в них выявлялись недостатки в содержании уличнодорожной сети. Но это не всегда было причиной ДТП? Конечно нет. Это как сопутствующая причина, да, но это не всегда причина. И более того, как бы, в общем, мы анализируем не только вот само место ДТП, где оно было, но и как бы все, что вокруг, все, что видно вокруг этого ДТП. И может быть это столкновение, но рядом находится пешеходный переход, который не соответствует на сегодняшний день требованиям ГОСТов, стандартов, других нормативных документов. Может быть это отсутствие разметки, что, например, для города Красноярска очень характерно, отсутствие ограждений, на загородных дорогах это может быть занижение обочины, это может быть зимняя скользкость. Ну, то есть тут очень большой перечень недостатков, которые могут быть. Ну, дорожникам все равно спасибо, что пытаются делать такой смысл, я понял. Да. Ну, я говорю, что кроме того, что деньги на дороге, конечно же, это обучение водителей. И на сегодняшний день принимаются меры. Да, их тяжело на сегодняшний день вот так взять одним разом и сказать, что за год там что-то изменилось. Тем не менее, эти меры дают положительный результат. Дальше это работа со школьниками в дошкольных учреждениях. Это тоже дает свой положительный результат. Ужесточение законодательства, работа судебных приставов. У нас законодательство очень сильно менялось, и принято в последнее время очень много новых нормативных документов. Работа сотрудников госавтоинспекции. И я сегодня выступал, действительно, я говорю, что мы тоже изменили подход, понимая, что у нас на сегодняшний день небезграничное количество сотрудников и ощущается нехватка. Тем более, что у нас край, он отличается от многих регионов нашей России. Во-первых, он занимает второе место по общей площади. Во-вторых, у нас практически 50 тысяч километров автодорог. При этом, что у нас население около 3 миллионов, и транспорту миллион 171 тысячи. При этом у нас есть отдаленные населенные пункты, куда сотрудники ГИБДД очень редко заезжают. И, конечно же, там единственный человек, который в полном объеме может решать эти все вопросы, это участковый инспектор. Но участковых их тоже, как правило, не хватает. И на коллегии уже это тоже анонсировалось. Губернатор выступал, говорил и поставил основной задачей, в том числе, укомплектовать участковыми органы внутренних дел. – Еще одна цифра, которая меня впечатлила – 10-ти кратный прирост ДТП по причине неисправных автомобилей. Это как так? Почему такой большой всплеск? – Не 10-ти кратный. – Тысяча процентов? – Да, ну да, тысяча процентов. – Ну, извиняюсь, тысяча процентов, да. Ну, на сегодняшний день, этому несколько объяснений. Во-первых, на сегодняшний день мы отошли от проверки техсостояния на линии транспортных средств. Раньше, если вы помните, у нас были посты ДПС, и только там разрешали проверять техсостояние. Впоследствии это запретили и там, и у нас сейчас постов нету на территории Красноярского края, есть только один пост в Ирмаковском районе, ойский, пост ДПС стационарный. Если автомобиль прошел тихосмотр, он считается технически исправным. Во-вторых, изменились правила требования проведения тихосмотров. Я не хотел бы сейчас на это дискутировать, потому что это, наверное, отдельная тема. И от нас она сейчас ушла из нашей компетенции, мы можем только констатировать то, что констатируем. Хорошо, тогда вот если мы говорим про изменения, есть ли такие, о которых стоит говорить, чтобы наши зрители, автомобилисты и пешеходы, вообще все участники дорожного движения, имели в виду, что поменялось или поменяется в ближайшее время? Может быть, какие-то штрафы, может быть, новые какие-то регламенты? Ну, наверное, очень много уже про это говорилось, Но самое серьезное изменение, это о том, что на сегодняшний день задолжники более 10 тысяч, они могут лишиться права управления. И я хотел бы, чтобы граждане на сегодняшний день внимательно проверили свои долги по штрафам и заплатили их. Второе, законодатель, ужесточая ответственность за неуплату штрафа, все-таки говорит, что вы можете оплатить, и за определенные нарушения можете оплатить раньше и половину того штрафа, который у нас есть. Скидка в 50%, да? Абсолютно верно. Следующий момент, все-таки еще раз хотел бы обратить внимание, что сейчас повторное управление в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность. И если даже суд не даст реальный какой-то срок правонарушителю, в любом случае уголовная ответственность и отметка о том, что гражданин привлекался к уголовной ответственности, она останется. Вот по первым двум пунктам есть уже какая-то практика, отнимали права у должников свыше 10 тысяч рублей? Нет, еще не отнимали. Эта работа начинается с судебных приставов. Должно пройти какое-то время, я думаю, что месяца два пройдет, пока они проанализируют, пока уведомят. Обязательно здесь необходимы условия уведомления должника. Пока этот процесс раскрутится, я думаю, должно пройти какой-то период времени. Там же пластиковую корочку не забирают сами приставы? Говорят, что все в базе данных у гаишников видят. Это действительно так? То есть, если лишили меня прав где-то там, то я тут же отображаюсь в базе. Это стоит иметь в виду? Совершенно верно. На сегодняшний день и госавтоинспекция не изымает водительское удостоверение. Если гражданина лишили, это его обязанность прийти и сдать водительское удостоверение. И срок лишения начинается после того, как он сдаст водительское удостоверение. Пока он удостоверение не сдал, этот срок не наступает. Вы можете проездить год, а потом вас задержат, выяснится, и вы сдадите удостоверение, и после этого у вас начнется срок, и полный срок вам придется быть лишенным права управления. А по 50-процентной скидке, так называемой, уже были случаи? Люди платят и очень активно используют, и звонят, и интересуются. На самом деле это радует. Хотя, если говорить о проценте взыскания в Красноярском крае, то он довольно высок. Общая взыскаемость 72,5%. По штрафам ГИБДД, это по тем штрафам, которые вынесли сотрудники ГИБДД, 92,6% взыскаемость. И по судебным штрафам 39,4%. Почти 40%. Ну, если сравнить с другими регионами, в общем-то, мы не на последнем месте и не самые худшие позиции здесь занимаем. А я правильно догадываюсь, что декабрь-январь у вас резкое падение начисления штрафов в связи с тем, что не работает система видеофиксации? Ну, я бы не относил это так. Резкое падение начисления штрафов. Работа эта всегда продолжается. И что значит резкое падение? Мы как работали, так и работаем продолжаем. В моем представлении большинство штрафов начисляют как раз вот роботы в сети. Это неправильная позиция. Определенный, конечно, очень большой вклад автоматическая фиксация вносит. И это на самом деле абсолютно объективно, потому что сокращая количество инспекторов ДПС, кто-то должен как-то влиять на это. А порой действительно в этом месте там не надо стоять сотрудникам, там хватит и камеры с тем, чтобы профилактировать эти нарушения. И сегодня мы уже этого вопроса также касались, что, ну, во-первых, в городе Красноярске есть стационары, стоят камеры, уже все про них знают. И, собственно, в этих местах мы не фиксируем дорожно-транспортных происшествий. То есть люди уже знают, да? Конечно. Хотя нарушения еще случаются. Приборы передвижные, они стоят в основном на загородных дорогах. И здесь тоже основная задача не собрать как можно больше штрафа. Я уже сегодня пояснял, что мы даже где-то ставим этот штраф, не начиная там после 20 км в час фиксировать нарушение правил дорожного движения, а фиксируем нарушение скоростного режима после 40 км в час. Отсечку подняли, да? Да, то есть они выставляются эти приборы не там, где это хочется сотрудникам, те, которые их выставляют, или сотрудникам госавтоинспекции. Перед этим проводится анализ, выясняется, где были дорожно-транспортные происшествия, где они происходили, какова причина была этих дорожно-транспортных происшествий. И на основании этого уже происходит выставление этих приборов автоматической фиксации. Число стационарных камер считается оптимальным или будет наращиваться? Еще есть какие-то пункты, где необходим охват по городу Красноярску? По городу Красноярску я считаю, что у нас их просто очень мало, их не хватает на самом деле. И прошедший год разрабатывались проекты, предлагаются разные решения вопросов этих. И сейчас все это на стадии обсуждения. Я думаю, что в 2016 году это все завершится, и в 2017 году как минимум начнется новый этап для Красноярска, по крайней мере, в автоматической фиксации. Будем надеяться, что в этом году продолжится снижение печальной статистики. Спасибо большое. Это был Валерий Кускашев, главный госавтоинспектор Красноярского края. Это была программа интервью. Увидимся.